В информационной студии телеканала Север Иван Никонов. Здравствуйте, в эфире новости. Еще 7 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией выявлено за минувшие сутки. В числе заболевших – житель Наринмара и шесть плахтовиков. Жители России в десятый раз проголосуют за народного участкового. Конкурс ежегодно проводится Министерством внутренних дел Российской Федерации совместно с издательским домом «Концовольская правда». Жители Нинецкого округа принимают участие в большом этнографическом диктанте. Международная акция проводится с 3 по 8 ноября в режиме онлайн. Еще 7 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией выявлено за минувшие сутки. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, в числе заболевших – жители Наринмары и шесть вахтовиков с одного из нефтяных месторождений Нинецкого округа. При этом за минувшие сутки в регионе выздоровели 9 пациентов, перенесших COVID-19. Таким образом, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 511 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией и 414 случаев выздоровления. По информации Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Нинецкого округа, всего на утро сегодняшнего дня в регионе болеют 163 человека, в том числе 65 пациентов с клинически подтвержденным диагнозом и 14 человек, перенесших болезнь бессимптомно. По информации профильного департамента на стационарном лечении в специализированном инфекционном отделении и специализированной реанимации Нинецко окружной больницы, на сегодняшний день находятся 26 пациентов, в том числе 18 человек с клинически подтвержденным COVID-19. 5 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии, 13 в средней степени тяжести, 8 в тяжелом. В реанимации находятся 6 пациентов, 4 из них подключены к ИВЛ. Кислородотерапию получают 17 человек. У 19 человек диагностирована COVID-пневмония. Амбулаторное лечение по месту нахождения получают 137 человек с диагнозом COVID-19, в том числе 12 человек в сельских населенных пунктах. У 47 человек диагноз клинический подтвержден. Всего на сегодняшний день на карантине и самоизоляции находятся 688 человек, еще 4 в обсерваторе. Завершено предварительное расследование по уголовному делу по обвинению бывшего директора школы Ненинского округа в совершении пяти преступлений. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненинскому округу. Прокурор утвердил обвинительный приговор. Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Установлено, что в 2016-2019 годах директор школы получила от троих предпринимателей взятки на общую сумму более 300 тысяч рублей. Для этого она заключила с ними договоры на поставку товаров для нужд образовательного учреждения, 10% от стоимости которых и стали ее денежным вознаграждением. Наказание предусмотрено частями 1 и 2, а также пункта В, части 5, статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно получение должностным лицом взятки, в том числе в крупном размере. Уголовное преследование в отношении знакомой директора, выступавшей посредником во взяточничестве, прекращено в связи с раскаянием. В Ненинском округе выбран второй региональный оператор по обращению с твердыми бытовыми отходами. По итогам конкурса им стало предприятие «Севержилкомсервис». Об этом на еженедельном совещании при главе региона сообщил исполняющий обязанности руководителя профильного департамента Павел Масюков. Статус второго регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами в Ненинском округе присвоили предприятию заполярного района «Севержилкомсервис». Сейчас профильный департамент готовит соглашение с предприятием. Это историческая дата. Наконец мы обрели второго регоператора. Один у нас был, теперь второй. И фактически мы с вами этот год заканчиваем с тем, что у нас два регоператора. То есть фактически ту задачу, которую нам ставили несколько лет тому назад, мы выполнили. Ну теперь осталось только хорошо, качественно работать этим регоператором. И желательно, чтобы их тарифы были щадящие, чтобы они не легли тяжелым временем на плечи жителей. Напомню, что первым региональным оператором стало городское предприятие «Комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию». В зону его ответственности входят город Наринмар, поселок Искатели, село Тельвиско и поселок Красное. Во второй зоне остальные сельские поселения. В Ненинском округе выплаты по больничным листам можно получить в ближайшем отделении Почты России. Об этом сообщили в окружном филиале акционерного общества. Для этого вместе с листком нетрудоспособности необходимо подать работодателю заявление на получение выплат с указанием своего почтового адреса. При поступлении денежных средств в почтовое отделение получателю будет доставлено извещение в почтовый ящик. Получить перевод можно лично по предъявлению паспорта или с помощью законного представителя при предъявлении доверенности, заверенной установленным законным порядком. Комиссия за перевод выплаты с получателя не удерживается. По действующей системе социального страхования к прямым выплатам, которые можно получить на почте, относятся пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, при поставке на учет в ранние сроки беременности, при рождении ребенка, по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет и дополнительный отпуск пострадавшему на производстве. По информации Фонда социального страхования, если нет аргументированных причин для отказа в выплате пособия застрахованному лицу, то средство перечисляется в течение 10 календарных дней со дня получения заявления и документов. При этом прямые выплаты гарантируют обеспечение права застрахованного лица на получение пособия независимо от финансового положения работодателя. Принимая во внимание работу почтовых отделений по принципу единого окна, данный социальный сервис позволит клиентам Почты России получать пенсии, социальные пособия, пользоваться финансовыми и почтовыми услугами в одном месте. Правительство России поддержало налоговые вычеты за занятия спортом, соответствующие изменения в закон о физической культуре и спорте в Российской Федерации и Налоговый кодекс Российской Федерации по поручению президента России подготовил Минфин России. Правительство Российской Федерации одобрило возможность введения вычета по налогу на доходы физических лиц для тех, кто занимается физической культурой и спортом. Максимальный возврат составит 15 600 рублей в год. Предполагается, что вычет по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги пополнит линейку социальных налоговых вычетов. Они предоставляются тем, кто тратит деньги на покупку лекарств или лечения, оплачивает учебу, вкладывается в негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование или страхование жизни, занимается благотворительностью. Данный законопроект будет внесен в Государственную Думу Российской Федерации. После принятия закона правительство утвердит перечень видов физкультурно-оздоровительных услуг, на которые будут распространяться налоговые вычеты. В казенном учреждении Ненецкого округа централизованный стройзаказчик подвели итоги электронного аукциона на выполнение работ по устройству и содержанию зимника Наринмар-Усинск в предстоящую зиму. Победителем признано предприятие «Трансстрой» из города Усинска. С компанией будет заключен контракт на сумму более 77 миллионов рублей. Экономия по итогам торгов составила 32% от начальной цены. Средства на обустройство и содержание зимника будут выделены из окружного бюджета. Общая протяженность трассы в этом году составит немногим менее 55 километров. Расчетная скорость движения 50 километров в час, на трудных участках 30 километров в час. На дороге будут оборудованы три снеголедовые дамбы. Работы по устройству зимника необходимо выполнить в течение 30 календарных дней со дня вступления в силу приказа Департамента природных ресурсов, экологии АПК НАУ о разрешении движения механических транспортных средств по зимним дорогам в тундре. Содержать зимник подрядчик должен на следующий день после ввода его в эксплуатацию. Контракт на устройство и содержание зимника будет заключен с победителем торгов во второй половине ноября. Жители России в десятый раз проголосуют за народного участкового. Конкурс ежегодно проводится Министерством внутренних дел Российской Федерации совместно с издательским домом «Комсомольская правда». Победитель будет определен в ходе онлайн-голосования финального этапа конкурса на сайте «Комсомольской правды». Работа участкового – одна из самых сложных в полиции, особенно в сельской местности. Здесь участковый всегда на передовой, его деятельность у местных жителей всегда на виду. Владимир Колесниченко еще в старших классах определился с будущей профессией. После школы поступил в университет МВД и уже 8 лет работает участковым. В Нинский округ Владимир приехал из Адыгеи 5 лет назад. Быстро освоился на своем административном участке, изучил обстановку и познакомился с населением. Находясь на административном участке, ко мне часто обращаются граждане, а именно владельцы охотничьего оружия. С просьбой оказать содействие по переоформлению, продлению, либо получению разрешения на ношение и хранение оружия. Данным гражданам оказывается всякое содействие. Проверяются по месту жительства условия сохранности оружия, также наличие сейфа. Своей главной задачей Владимир считает помогать людям. Как говорят в муниципалитете, его отличают высокий профессионализм и отзывчивость. Поэтому уважение и признание жителей завоевал сразу. В этом году майор полиции Владимир Колесниченко стал победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Народный участковый-2020». Который по традиции проходил в формате онлайн-голосования. Вот недавно прошел конкурс «Народный участковый». Мы свои голоса отдали за своего участкового. И, конечно, пожелать ему дальнейшего продвижения, участия в следующем этапе. И мы также будем за него голосовать. И хочу сказать своим знакомым, нашим сельчанам, поддержать эту кандидатуру. Из трех участников регионального этапа конкурса «Народный участковый» Владимир Борисович набрал наибольшее количество голосов. Поддержать участника от Ненецкого округа в третьем финальном этапе можно до 10 ноября. По итогам регионального этапа наибольшее количество голосов набрал старший участковый полномоченной полиции Колесниченко Владимир Борисович, который представляет Ненецкий автономный округ на всероссийском конкурсе. Всего в региональном этапе приняло участие трое участковых, обслуживающих административные участки муниципальных образований, городской округ, город Наринмар и городское поселение, рабочий поселок Искателей. Ну и наш Колесниченко, который обслуживает административный участок Канинского сельского совета. Проголосовать можно в период времени с 1 по 10 ноября на сайте Комсомольской правды и в специальном разделе, размещенном на сайте Управления Министерства внутренних дел РФ по Ненецкому автономному округу. За звание лучшего участкового уполномоченного полиции страны во время заключительного тура будут бороться 84 полицейских по одному представителю от каждого регионального подразделения МВД России. Участковые уполномоченные, которые наберут наибольшее количество голосов, получат дипломы и призы. Александра Литкова, Вадим Носкин, Телеканал Север. Одному из старейших микрорайонов Наринмара поселку Сахалин. Исполнилось 92 года. История названия и точная дата образования района канули в лету. А вот добрые воспоминания о трудовых буднях и дружных соседях остались в памяти сторожу. Подробнее расскажет Екатерина Дементьева. Агафья Данилова вместе с родителями переехала из республики Коми в Ненецкий округ, когда ей было 13 лет. Вся семья трудилась на Печорском лесозаводе, потому и поселились в новом районе вблизи предприятия. Дети росли и тоже подрабатывали рубщиками на сплаве. Дружно жили все, все коровки мели, каждый человек какая-то скотина была. Знаю, что садили тоже картошку, это все огородости накосили, и все успевали, делали, семьи большие были. Скандалов никаких не было, драк тоже не было. Все вместе справляли праздники, вели хозяйство, создавали семьи. После закрытия градообразующего предприятия многие разъехались кто куда. Точные даты дня основания Сахалина никто толком не знает. По переписи 1926 года первоначально он значился поселком лесозавода, в нем насчитывалось 24 двора. В 30-е годы его стали называть Сахалин. Почему, неизвестно. Скорее всего, окруженный водой берег напоминал остров на Дальнем Востоке. Люди жили в землянках, люди строили каркасные дома. Каркасные – это два ряда досок, и между ними засыпаются опилком. Это, конечно, делали времянки, но оказалось, что это постоянно. У нас сейчас в поселке есть каркасные дома. Стоят они, стоят они, они на землю встали, и ничего им не делается. Одному из старейших до сих пор жилых домов уже порядка 90 лет. В период сильного половодья дом подтапливает. Из-за этого основания подгнили, подогнулись, но жильцы остались преданы своим родным стенам. Сейчас в поселке 115 дворов, в которых проживает порядка 150 человек всех возрастов. Далеко не все строения выглядят свежими, но жизнь в поселке продолжается. Проводятся праздники, благоустраивается территория. Все это потому, что живут здесь активные и преданные своим корням люди. Екатерина Дементьева, Антон Водряков, Телеканал «Север». В Ненецком округе стартовал большой этнографический диктант. Международная акция проводится с 3 по 8 ноября в режиме онлайн. Участникам необходимо ответить на 30 вопросов о культуре, традициях, языках народов, проживающих в России. Одним из первых своей силы в этнографических знаниях проверили депутаты окружного парламента и представители молодежной палаты. Ольга Руссул продолжит тему. Большой этнографический диктант – это просветительский проект, который знакомен с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности. Задания диктанта оформлены в виде теста. Депутат окружного парламента Николай Миловский в этнографическом диктанте участвует второй год. Что мне показалось интересным, что такое патриотическое воспитание даже здесь присутствует, и очень так органично оно здесь смотрится. И действительно подчеркнута вот эта роль, что победили мы в войне благодаря дружбе народов. Тест состоит из 30 вопросов. 20 вопросов – общефедеральная часть диктанта, единая для всех участников. 10 вопросов – уникальная часть диктанта для каждого субъекта Российской Федерации и других стран. С неким минимумом знания, допустим, вот вопрос про название наших фронтов. Там, в принципе, более-менее базово представляя Великую Отечественную, ты ответишь в любом случае. Вот. Есть вопросы про там традиционное устройство русской избы, причем, ну вот где находится красный угол. Я вот банально всегда думал, ну вот как бы от двери его ориентировал, то есть когда ты открываешь дверь, противоположный по диагонали угол – это красный. А там надо рассчитать от печки. Председатель молодежной палаты Ненецкого округа Владимир Абрамов тоже старается участвовать в таких просветительских проектах. Кроме того, палата два раза в год самостоятельно организует для жителей региона свои диктанты по истории Отечества и Великой Отечественной войны. Ну, во-первых, интерес. Интерес к знанию родного края, как вот в этом диктанте, опять же, интерес к знанию нашей страны. Опять же, мы понимаем, что у нас хоть и не Ненецкий автономный округ, но все-таки он у нас многонациональный. У нас проживает очень много национальностей, мы должны знать и уважать культуру разных народов. Но, опять же, для меня, как для председателя молодежной палаты, очень интересно все-таки, что мы можем дать молодежи. Ответить на вопросы нужно за 45 минут. Максимальное количество баллов за работу – 100. Правильные ответы будут опубликованы на сайте Большого этнографического диктанта до 16 ноября. Вопросы средней степени сложности считает Владимир. Самое сложное, наверное, все-таки знание из истории знания нашего края, потому что пока еще плаваю в этих вопросах. А самые легкие? Самые легкие, наверное, связаны все-таки с Конституцией. Опять же, у нас недавно была принята новая Конституция, приходилось ее, опять же, заново читать. Было очень интересно, познавательно. Организаторами акции являются Федеральное агентство по делам национальности. В Ненецком округе – Департамент внутренней политики Ненецкого автономного округа. Итоги акции подведут 12 декабря в День Конституции Российской Федерации. Ольга Русул, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Это были новости на телеканале «Север». Далее смотрите прогноз погоды.